Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Меня зовут Хатима Буталибова. И вот главная тема выпуска. Ложная тревога в городе Дагагни. Несовершеннолетние сообщили о бомбе на одной из улиц. Безопасные и качественные автомобильные дороги. В столице ремонтируют улицы и дороги и устанавливают новые контейнеры для мусора. Встреча Олимпийца. Серебряный призер Олимпийских игр по боксу Муслим Гаджимагомедов вернулся на родину. Двое несовершеннолетних жителей дагестанских огней подозреваются в ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве. Накануне на номер единой дежурно-диспетчерской службы позвонил неизвестный и сообщил, что в домовладении, расположенном по улице Козленко, заложена бомба. После получения данной информации на место прибыла оперативная группа. Взрывных веществ обнаружено не было. По горячим следам стражу порядка выявили виновников ложного сообщения. Они сознались в содеянном. Предварительно установлено, что звонок совершил один из ребят с телефона другого. В Дербенте сносят незаконно возведенные объекты. Так, накануне по решению суда судебные приставы демонтировали пятиэтажную пристройку по улице Саида Габиева, 28А. В связи с отказом должника добровольно снести объект были приняты меры по принудительному исполнению. Мэрия Дербента призывает владельцев таких незаконных построек не препятствовать сносу строений. По словам специалистов, в таких вопросах необходимо проявлять сознательность, устранять все нарушения и исполнять выданные предписания в досудебном порядке. Так можно и вооруженным глазом посмотреть, как этот объект дал крен. Он отошел к многоквартирному дому. Строительство объекта предусматривает определенные нагрузки, но точно не такие нагрузки, как залиты пятиэтажные пристройки. Жительница Кизляра стала жертвой интернет-мошенников. В дежурную часть отдела полиции обратилась 34-летняя горожанка. По словам девушки, в одной из соцсетей ей поступило сообщение от подруги с просьбой одолжить 15 тысяч рублей. Жительница Кизляра не заметила подвоха и перевела денежные средства на абонентский номер телефона, который ей прислала совсем не подруга. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Отремонтированы улицы, асфальтированы дороги и установлены новые мусорные контейнеры. В рамках национального и регионального проектов столичная администрация проводит масштабную работу по улучшению облика Махачкалы. Подробности в следующем сюжете. В Махачкале продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году было отремонтировано более 100 улиц. На текущий год реконструируют 96 объектов. По данным мэрии, на ремонт еще 43 дорог выделены дополнительные средства. Сейчас объявлены конкурсные процедуры, по завершению которых подрядные организации приступят к работе. Завершить ремонтную работу планируется до конца ноября текущего года. Махачкала в этом году побил абсолютный рекорд по количеству ремонтируемых улиц за свою историю. Наибольшее количество объектов, включенных в план ремонта, находится в Кировском районе столицы. Сейчас работы по укладке асфальтобетонного покрытия идут на улицах 1-я кооперативная, больничная. Предусмотрено асфальтирование улицы Гиргебельская. Там, где это возможно, будут обустроены и тротуары. Запланированы работы на 43 улицах. Из них 2-я больничная, которая попала в эту программу. Сегодня по улице 2-я больничная мы проводим работы по укладке асфальта. До начала работы по укладке асфальта. Здесь были проведены работы по обусловству основания. На данной улице тротуары не предусмотрены из-за сужения дороги. Слева, справа здесь построили дома, заборы, сузили дороги. Нет возможности обусловить тротуары. Протяженность улицы составляет чуть более 200 метров. Городскими коммунальщиками также проводятся мероприятия по установке новых мусорных контейнеров. На сегодняшний день на территории муниципалитета уже установлено 103 конструкции. Нами активизирована работа по установке контейнерных площадок нового образца. Это сборные конструкции, которые мы устанавливаем на точках сбора ТКО, твердых коммунальных отходов. На сегодняшний момент установлено более 100 новых контейнерных площадок. Также мы обновляем сами контейнеры. Мы установили около 1000 контейнеров. Работа в этом направлении будет продолжена. Лариана Шемхалаева, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ Махачкала. Олимпийцы летят домой. В республику вернулся серебряный медалист Олимпийских игр по боксу Муслим Гаджимагомедов. Земляки торжественно встретили спортсмена в Махачкалинском аэропорту. Чувствовали призера родные и близкие, а также министр по физической культуре и спорту республики. Сажид Сажидов, представители федерации бокса, главы районов и сел. Огромное спасибо за то, что сюда сегодня приехали, собрались. Я вам очень благодарен. Знаю, что все болели, переживали. На этот раз чуть-чуть нам не хватило, но мы будем еще больше тренироваться, трудиться. Постараемся в следующий раз выиграть золотом. Спасибо! И на сегодня у нас все. Смотрите нас также на официальном сайте nnttv.ru. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч!